Всем привет! Меня зовут Андрей Швила, и в этом видео вы узнаете, что лучше, бег или ходьба, и что стоит выбрать именно вам. Ходьба, в отличие от бега, является самым естественным видом двигательной активности для человека. Бег таковым не является. Если ходьбой могут заниматься абсолютно все, в любом возрасте, если у вас нету только противопоказаний, скажем, проблем с суставами, то, что касается бега, у бега существует некий подготовительный период. Нельзя просто встать с дивана и пойти сразу начать бегать. Вам нужно выучить технику выполнения этого упражнения. Вы наверняка слышали такой термин, как колено бегуна. И эта проблема возникает именно из-за неправильной техники выполнения этого упражнения. Особое внимание при беге стоит уделить людям с лишним весом. Каждый лишний килограмм веса – это дополнительная нагрузка на суставы. Таким людям стоит начинать именно с ходьбы. При этом нужно что-то сделать со своей диетой. Ходьба или бег – все зависит от состояния вашего здоровья, ваших целей и уровня вашей физической подготовки. Если вас интересует именно оздоровительная сторона вопроса, у вас есть в принципе два выбора. Или оздоровительная ходьба, или оздоровительный бег. Оздоровительная ходьба подразумевает, что темп вашей ходьбы довольно быстрый. И при этом вы должны ходить не меньше, чем 30 минут. Что же касается оздоровительного бега, вы также бегаете в течение 30 минут и больше при низком пульсе, то есть при довольно низком темпе. Еще один важный момент – это КПД. Коэффициент полезной нагрузки. У ходьбы он гораздо ниже, нежели у бега. При ходьбе, даже при самой интенсивной, у вас есть некий порог, через который вы уже не можете перейти. Когда вы доходите до определенного темпа, дальше вы не можете уже повысить свой пульс. Что же касается бега, беги КПД очень высокие, потому что вы можете варьировать свой темп от очень низкого до очень высокого. Варьируя темп вашего бега, вы можете поднимать или опускать пульс, чтобы добиться нужного тренировочного результата. При ходьбе такого сделать, к сожалению, не можете. Итак, что же подойдет именно вам? Если вас интересует именно здоровительная сторона вашей двигательной активности, или у вас есть какие-либо проблемы с суставами, или у вас есть лишний вес, то вам однозначно стоит начинать с ходьбы. Ходить нужно минимум 30 минут при довольно высоком темпе. Если же вы хотите достичь некие спортивные результаты, или вам просто нравится бег, и у вас нет никаких противопоказаний, тогда вы можете смело начинать с бега. Но подходите к этому вопросу довольно серьезно. И бег, и ходьба – это два отличных упражнения. Не важно, что вы выберете – бег или ходьбу. Главное – вести активный образ жизни. Всем здоровья и пока! Субтитры создавал DimaTorzok